привет привет всем так кто у меня в гостях кто у меня сегодня в гостях 6 человек 7 8 9 привет 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 ребят очки я сижу перед тренировкой привет шурик привет викуся привет привет ребята сижу без перед тренировкой у меня остался где-то минут сорок до выхода я уже поела геркулесовую кашу и жду люба у нас уже на тренировке ей было надо было к 9 к тренеру а мне к десяти мы как бы к одному тренеру поэтому нам нет но не в одно и то же время вот викуся как дела у тебя он там вдвоем сидите шурики и вика продвижение есть но вы знаете еще пока наверное нет продвижения потому что еще рано но как бы я блюдю я блюдю то что я ем а я вот видите я сегодня не накрашена потому что я вообще подготовилась к тренировке поэтому я да я рано пока продвижение это точно как у нас а все ничего вроде нормально так же все просто не надо не жрать наоборот жрать ты надо только вот маленьким порциями часто Говорят, не жрать-то, наоборот, нельзя. Говорят, не жрать будешь, будешь не жрать, не похудеешь. Не отступайте. Я как бы не планирую отступать, я планирую именно идти вперёд. Спаржу и всё зелёное, да, спаржу ела я. Спаржу ела и индейку ела вот эти дни. Видите, бутылку подготовила на целый день. То, что я буду есть. Вчера у Винсента приезжал внук, Майкл, пиццу делал. Но они к нам приезжают где-то, может, раз в месяц, раз в три недели вот так приезжают. Я как бы видео не делала, потому что мы в кино иногда с ним ходим. А вчера вот пиццу делал, думаю, я и снимать не хотела. Если вы заметили, я снимала на телефон. Думаю, ну просто на телефон сниму для Инстаграма. Чё-то так пошло и пошло и пошло, и получилось видео целое. И потом нашла ещё видео, где я три года его назад снимала. Думаю, всё вместе. Что за глупости, говорите, нельзя жрать? И вообще, почему вы так зациклены на то? Я наоборот сказала. Это мне написали так, нельзя жрать. Я сказала, что нельзя не жрать. Скажите, пожалуйста, время. Но время у меня девять часов, по-моему. В бассейн ходите каждый раз. Но вот в бассейн, допустим, я сейчас утром не пойду, так как я пойду вечером с Винсентом в бассейн. Винсент у меня пошёл на работу, а после работы он придёт, и мы с ним пойдём в бассейн. Вот. Он пойдёт ещё и позанимается, но пока он занимается, я посижу, допустим, в горячей сауне. А потом мы вместе идём в бассейн. Потому что два раза в бассейн мне очень тяжело. Я вообще против всех этих похуданий. Чё-то ты против-то, интересно. Оксана переехала? Нет, Луизочка, она ещё не переехала, но думаю, скоро они уже переедут, они мне сообщат, когда я пойду. Но я как бы была и видела уже у них там процесс. Снимала немножко. Здравствуйте, здравствуйте. Все худые и злые. Ну, не знаю. А если похудевшие, тоже злые. Может, худые от рождения злые, а те, которые были толстенькие и похудели, наверное, добрые становятся ещё добрее. Наташа, почему вы так зациклена на похудание? Я не зациклена на похудение, я зациклена на здоровье. Потому что чем полнее человек становится, тем он становится нездоровее. Так, он теряет здоровье со своим весом. А вот... Мне не надо вот худеть, я не хочу быть там как щепка. Я хочу там, может, похудеть килограмм на пять, но не больше. Но самое главное, чтобы я сама себя хорошо чувствовала. Это же плохо, когда утром встаёшь. Вот я не знаю, я уже в таком возрасте, мне хоть ещё 50, но у меня очень часто бывает, что я утром встаю, и я еле иду. Понимаете, я иду, вот у меня ноги как ватные. То есть мне надо расходиться, прежде чем я начну ходить. И я ночью, если встаю, там в тубзик, как говорится, тоже тяжело мне идти. Я не знаю, почему, вот почему у меня вот так вот, сразу, когда встаёшь в постели, ноги какие-то ватные, а потом расходишься, и опять всё хорошо. У меня это не нравится, я думаю, что это уже ненормально, это уже как бы... Не знаю. Просто надо заниматься спортом, есть нормально, но в вашем возрасте вы не будете как уже девочка. Я не собираюсь быть как девочка. Я разве говорила, что я хочу как девочка? Я именно хочу заниматься. Привет, привет. Это у всех так с утра. Ну вот у меня так не было с утра, а теперь сейчас так. Вон Шурик пишет, Наталья так, как девочка. Вы и так много двигаетесь. Ну вот вы ошибаетесь как раз вот в этом, что я много двигаюсь. Вот именно, что я не двигаюсь много. Я постоянно на машине, и... Где я двигаюсь? Я в том-то и дело, что в Америке очень проблематично где-то двигаться, потому что здесь все на машинах, и всё на машинах, и приезжаешь, всё на машинах. Единственное движение у меня сейчас, в принципе, это мой спортивный зал, где я двигаюсь, да? И я рада этому. Вот кто-то мне тут цветочки подарил. Хороший сон, утренняя зарядка и здоровое питание – это всё, что вам надо. Спасибо. По магазинам вон сколько ходите. Ну, что это по магазинам? Это разве движение? Это фигня какая-то. Я вот помню, как я в России двигалась. С авоськами, с базара, на остановку, потом на троллейбус. С троллейбуса опять бежишь домой, значит, с этими авоськами. Везде бегаешь, везде на остановке стоишь, машины не было. Вот тогда были движения. Кстати, и то не была худая, и то не была худая. А сейчас-то вообще, если я не буду двигаться, я тоже худею на питание. Пять раз, тысяча кол... Да, вот пять раз – это хорошо. Доброе утро, Верочка, привет! Что тут мешает сходить в магазин пешком? А до какого-то магазина дойдёшь пешком-то здесь? Где ты там пойдёшь-то? Кто-то не ходит пешком до магазина. До магазина надо идти 5 миль, допустим, да? Да, если это не просто не... это самое. Это нереально. Пять миль, шесть миль – это 10 километров ты пойдёшь под магазин. Нет. Тут нет ничего такого, как, знаешь, в России. Вышел в центре, на троллейбусе, и пошёл по центру. Магазин, 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 магазин. Такого нет, к сожалению. Пять миль туда и пять миль обратно. Ну, если тебе надо в магазин, то ты не пойдёшь пешком, понимаешь? А если уж пешком, так не в магазин, а просто заниматься, понимаешь? А если так вот для магазина пешком, это, я думаю, что нехорошо. Да я шутю. Загрузите всемирные соревнования и ходите. Это очень дисциплинирует. Надо, кстати, посмотреть, что это за всемирное соревнование. Я не знаю. Побольше гуляйте, свиньи. Это самая лучшая гимнастика. Ну, мы с ним гуляем. Мы гуляем с ним. Спасите меня. Родители заставляют жрать перед сном. Я не ем до сна, иначе болею. Ну, никак я вас не могу спасти. О, Леночка, привет. Привет, милая. Как там у вас в Сибири? Наверное, уже холодно. Наталья, здравствуйте. Как ваши дела? Как настроение? Очень хорошо. Очень хорошо. Это у меня, по-моему, Руслан с Калифорнии. Я не знаю, по-моему, он. Уезжайте от родителей, сказал Шурик. Вот вам помощь. Уезжайте от них. Ну, может, это и 13 лет ребенку пишет, как он едет. Холодно, ветер, минус 25. Вот видите, в Сибири, где Леночка у нас живет, минус 25. Наташа, я на этом семянном соревновании хожу и худею. Вот, надо посмотреть, что это. Нет, нет, это Руслан из России. Все понятно. Привет, Руслан. Где я жила в России? Я в России жила в Рыбинске. Ярославская область. Слышали такой город? Вот там я жила. Покажу вам, как у нас на улице. У нас на улице вообще сегодня прохладно, честно говоря. Вот. Ну, очень хорошо. У вас уставший вид. Да я только встала. Конечно, уставший. У нас, видите, какая тишина. Вообще, тишина такая, что... Ой-ой-ой. Вчера закрыли опять эти столы. Да, у нас очень тихо. Солнышко, видите, у нас тишина. Ну вот, я опять здесь. Вид у меня уставший, потому что я только проснулась. Потому что я... Ну, вообще, я не уставшая, нет. Такой уж вид. За лесом нет, у нас не дорога. У нас такой пятачок из леса. И вот там дома, дома тоже дома. Так же, как наш дом. Так же и чей-то дом тоже к этому лесу. Это такой пятачок просто сделан. Называется conservation area. Сверчки кричат, но они кричат вечером. Они не кричат... Это... Утром. Они спят утром. Сяду я на диванчик на свой. Ой, боже. Посмотрите. Диван-то какой у меня огромный. Так. Сижу на балконе. Жарковато становится на солнце. Громкие. Были в Волгограде? Нет, не была. Не была в Волгограде. Что купили на Блэк Фрайде? Шурик, я вообще не ходила на Блэк Фрайде. Я даже... Я вообще ничего не купила. Наташа, вы редко стали выходить в эфир. И забыли на женики. Да. Я согласна. Я согласна. Я очень редко выхожу в эфир. Но дело в том, что мне этот... Не позволяет время часто выходить в эфир. Раньше я ехала на работу. И с работы. И в это время я выходила в эфир. А сейчас я не езжу, поэтому... Ну, тоже надоедать. Я тоже надоела уже всем с этим эфиром. Каждые два раза в день. Это было просто... А сейчас вот выхожу, когда у меня время есть. Скажу честно, пиццу я даже не ела. Вот вчера Винсент делал с внуком пиццу. Я даже не попробовала. Неправда, не надоели. И правда, что надоели, Шурик. Ну, на самом деле, слишком много было. К дивану кресла не хотите или диванчик нет? Не хотим. Просто у нас абсолютно... У нас столько диванов и кресел, Леночка. У нас их столько. У нас, смотри, вот раз в солнечной комнате. Раз, два дивана, одно кресло. В другой комнате два кресла, один диван. Здесь диван. Если гости придут, так мы кресло пододвинем, если уже будет мало места. Ну, куда же нам столько всяких кресел, кресел. Вот смотри. Вот кресло, да, стоит вот кресло. Потом идем в другую комнату. Вот кресло. Вот кресло. Вот диван. Ну, куда же нам еще? У нас все, у нас одни кресла и диван, а у нас не сосчитать. У нас диван еще в компьютерной комнате. Нет, больше нам не надо. Хорошо было, мы все перезнакомились. Ну, видите, как хорошо раз вы перезнакомились. Представила, видите, жирафа большого. Мне кто-то написал, поставь жирафа сюда, потому что у него одна голова. У меня теперь вот этот жираф с очень маленьким жирафенком. А там средний жираф стоит. Ну, там, видите, вот у меня две. А там две зверюхи. А с одной стороны жираф, с другой стороны слон. В доме есть хоть одна свободная стена. Вот в том-то и дело. В том-то и дело, что нет стены свободной. Я не знаю, нету стены свободной. Все заставлено. Пишут мне, срочно, срочно поменять ковер. Срочно поменять картину, срочно. Я пишу, ну, если вам срочно надо. Так вы и меняйте, если вам срочно. У меня ничего срочного нет. Срочно надо было поменять диван, поменяли. А так, говорят, картина там чего-то простит. Да мы простые люди. Нам не надо ничего сложного. Я не дизайнер. И мы все вообще никто не дизайнер. И мы все, мы обычные люди с Винсентом. Мы сделали, как нам удобно. Вот нам удобно вот так телевизор смотреть вот на этом диване. Вот вы знаете, как смотрим на диване? Вот он с этой стороны, я с этой. Вот так лежим, ноги вытянем, смотрим. Больше нам ничего не надо. Нам не нужны дизайнерские всякие выкрутасы. Нам не нужно, чтобы что-то к чему подходило. У нас, для нас, все ко всему подходит. Это подходит к нашей душе. Мы делали это сами от себя. Мы делали это не на показ. Но я вам показываю, так как я блогер. Но я все равно это делала не на показ. Не для того, чтобы получать медали за свой дом, как вот мини-Венеция. Это не музей, правильно ли, Луиза? Это просто дом для того, чтобы жить. И нам очень нравится, нам очень удобно. Нам очень уютно, поверьте нам. Нас ничего не тревожит. Ни одна картина, ни один диван, ни один ковер. Вообще нас не тревожит. Вот поэтому. А потом еще вот я хочу сказать. Я потом хочу сказать. Вот те, кто это пишут, давайте покажите сначала свои гнезда. Я хочу посмотреть. Вот как идешь к парикмахеру, посмотри на своего парикмахера. Идешь к зубному, посмотри на своего зубного. Какие у него зубы, да, там. Покажите свои гнезда. Покажите, как у вас устроено. Сделайте видео. Скажите, Наташа, вот ссылка на мое гнездо. Посмотри, как у меня. Тогда, может, я к вам прислушаюсь. А так писать срочно-срочно. Вы сами сидите, может, на протертых диванах. Я не знаю, где вы там сидите. Но и то сидите вы на них. И ради бога. Потому что это ваше. И это то, что вам нравится. Это то, что вы можете. То же самое со мной. То, что я могу, я делаю. Я прошу прощения. Мне звонил Винсент. И первый раз он позвонил, я сбросила. Второй раз думаю, надо что-то поднять. Потому что что-то у него может случилось. Ну, естественно, он забыл кошелек дома. И ему надо было узнать, дома ли кошелек. Потому что приехал на работу, кошелька нет. Сходи в мои джинсы, посмотри в кармане, есть ли там кошелек. Поэтому вот я его успокоила. И опять вышла. И извиняюсь, что прервалось. Мы вернулись. Классно. Эдуард Баев, видите, подошел. До этого не видел, что я здесь. Сейчас сяду вот сюда на диван. Так вот. О чем я говорила? О своем интерьере. Вот. Мой интерьер кому-то не нравится. И не нравится вам. Но вам здесь и не жить. Это не ваш интерьер. Что вы переживаете? Вообще, что вы переживаете? Вы не будете здесь никогда жить. Никто вас туда не приглашает. Кому там это что-то не нравится. Живите там, где вам нравится. И что вам нравится? Я не знаю. Вообще. Нет, ну, можно посоветовать. Вы понимаете? Можно посоветовать. Есть же там много людей, которые нормально советуют. Говорят, Даша, вот я бы переставила это. Я бы сделала это. Но вот это вот срочно поменять, срочно выкинуть, срочно. Это так смешно читать. Это вам серьезно говорю. Это так смешно читать. Думаю, люди вообще, они с ума что ли сошли. Срочно все поменять. Я тоже считаю, что у меня прекрасный интерьер. У меня очень прекрасный вообще. И я вам хочу сказать, что все, кто приходит ко мне в дом, все говорят, как у вас красиво. Все врут. Сейчас они, конечно, там скажут, что вам лгут, потому что вы любите только хвалебные комментарии. Я очень люблю хвалебные комментарии. Очень. Я не люблю негативные комментарии. Я не люблю, когда меня ругают. А вы любите? Скажите мне кто-нибудь из вас, кто из вас любит, чтобы вас хайли, критиковали. Никто из вас это не любит. Я тоже ничем не отличаюсь ни от кого. Я очень люблю хвалебные комментарии. И если кто-то мне советует, я очень люблю советы. И если кто-то меня критикует и оскорбляет, я их не люблю, я их удаляю. Вы очень сенситив. Да, я, наверное, очень сенситив. А что это разве? Это разве карается законом? Нет. Тем более, если вы знаете, ну, не вы лично, кто написал. Если вы знаете, что я очень сенситив, зачем тогда вообще раздражать меня, напишите мне хвалебные комментарии. Я буду очень рада. Тем более, я никогда никого не обидела из вас. Вот видите, вы все очень жестко реагируете. Я еще вообще не реагировала никак жестко. Я просто рассказываю, что я читала у меня под видео. И все. Очень уютно все по-домашнему. Супер, спасибо. У меня очень уютно дома. Мало кто бы так со вкусом смог украсить дом. Ну, просто баним и забываем. Так и делаем, Шурик. Так и делаем. Постели на полу коврик. Я готов спать на нем, но рядом с вами, сказал Эдик. В людях стало много злости и зависти. Это да. Наташа, запомните одно правило. Никто вас не может обидеть или разозлить. Главное, как вы реагируете. Ну, вы знаете, я, наверное, не идеальный человек. Я, может быть, не умею правильно реагировать на каждый комментарий, да, и на каждую ситуацию. Я не знаю, кто из вас. Я не знаю, может быть, вы идеальная, кто мне сейчас пишет, да. Возможно, я на что-то реагирую неправильно. Но я сам обычный человек. То есть я не психолог. Я не читала инструкции жизненные, как реагировать на ту или иную ситуацию. Возможно, на какую-то ситуацию я могу отреагировать нормально. А на какую-то я могу вообще отреагировать, не думая, и очень жестко. Могу. А что? Что такого? Вот видите, Шурик пишет. Наталья нам показывает, какая она есть, это и ценю. А я не умею по-другому. Я не умею. Если я буду наиграна что-то делать, это будет сразу видно. Просто это будет видно. Вот. Поэтому каждый человек может психануть. Каждый повод я вам хорошее говорю, а вы опять обижаетесь. Да где я обижалась-то? Кто-нибудь видит, чтобы я обижалась? Я с вами разговариваю. Думать и не реагировать – это не про нас. Я вам хочу сказать, что каждый человек может психануть. Каждый человек может, не подумая, что-то сказать. Даже оно, естественно, об этом он может пожалеть потом. Я такая же, как и все. Это не наигранность. Это вырабатывается. Надо работать над собой. Ну так работайте. Работайте над собой. Вы же по ту сторону экрана просто мне пишите. А вот если мы к вам зайдем на трансляцию, давайте мы к вам зайдем. Давайте вы выйдете, а мы сейчас вам будем писать. И посмотрим, как вы на это реагируете. Вот вы нас научите этому. Если вы нам покажете это на личном примере, тогда я понимаю. А просто вот писать, тыкать пальчиком по буковкам – это легче всего. Я не знаю, кто это, Шурик. Кто-то очень умный, учит меня, сидит, что надо работать над собой. Наталья, если можно, передайте привет Приднестровью. Буду очень благодарна. Привет, Виктория, вам в Приднестровье. Такой умный, аж противно, сказал Шурик. Видите, вы слишком умный, аж противно. Не надо притворяться, будь собой. Спасибо. И это вам говорит, что человек, у которого даже аватарки нет, не говорите. Вот видите. Ну ладно, с вами не поговоришь. Нет, с вами не поговоришь. Вы, наверное, не на том канале. Наверное, мы не умеем реагировать на ваши комментарии правильно. Извините. Нам с вами, видимо, небо пути. Вы это серьезно не понимаете, что я вам плохого говорю? А я не понимаю, что я вам плохого говорю? Что я вам сказала такого плохого, что вы тут прям исписались весь? Прям весь уписались? Ой, не могу больше. Так, что у нас дальше идет на повестке? Я не понимаю, что он от нас хочет. Я не знаю, что он от нас хочет. Вам бы еще интерьером заниматься. Все широко. Можно дом продать и интерьер придумать заодно. Так, интерьером заниматься. Я, наверное, не смогу заниматься интерьером. Я своим-то интерьером, можно сказать, слабенько занимаюсь. Времени 9 часов. У меня еще полчаса есть. Как хорошо. Еще один умник зашел. Кто пишет негатив, подумайте, вам понравятся гости, которые придут к вам и будут чем-то недовольны. Наталья на выходных делала погружение на вашем ютюбе. Вы супер. Спасибо за искренность. Спасибо вам, что вы смотрели мой канал. Поучил и ушел. Ну, так а чего делать-то еще? Дальше пошел учить на другой канал, наверное. Есть же люди, которые считают себя учителями. Которые считают, что они делают все правильно. И они считают, что их миссия – донести до вас, как жить правильно. То есть это люди-инструкции, которые ходят по жизни, учат всех. Но у самих ничего не получается. Наташа забей на недовольных. Верочка, так, ну а что? Вы пока не прекратите истерику. Как там у вас этот ник 777 заканчивается? Вы пока не прекратите истерику. Я не буду больше читать ваших комментариев. А то вы нам всю обедню испортили уже. Мы тут так мило разговаривали, сидели. Вот у меня сидят три дружка. Значит, сидит Шурик, Баев и Викуся. Вот они сидят внизу. Они видят соринку в чужом глазу, а свои пни не видят. Ну да. Ну да, это есть такое. Такое есть. Что у нас там еще? Я уже, знаете чего, я уже не могу дождаться, когда у меня будет результат. Я только слушаю на работе, сказал Эдик. И не надо нас учить, сказал Шурик. Вот. Уже не могу дождаться, когда у меня будет результат. Сказали, через месяц уже я буду видеть хоть маленький результат. Но пока еще прошла неделя, можно сказать. Какой результат? Ну я же хожу в зал спортивный, к тренеру, к персональному. Вот. Об этом результат. Если кто не знает, я хожу в зал. Записалась две недели назад. Недель назад записалась к персональному тренеру. Поэтому я жду результатов. Сижу и жду. Записалась. Сижу и жду. Наташа, у тебя все получится, я в тебя верю. Вы знаете, я в себя пока не верю, но я надеюсь, что у меня получится. Я, честно говоря, сколько раз уже записывалась в зал, сколько раз я пыталась, я бросала. И, честно говоря, я на канале вот это рассказала. И, конечно, половина людей не верит в то, что у меня получится. Вот. Но я буду стараться все-таки, да. Я буду стараться. Когда ждешь, лучше спать. Вы большие молодцы. Ну, Верочка, мы стараемся. Стараемся. Пошли оскорбления. Любовь пошла с вами. Много позитива. Да, да. А можно забанить человека, который 7-7-7 на конце? Можно. А сейчас он, если будет грубить, то я его забаню. Видите, молодой человек, 7-7-7. Я на вас нормально реагирую, но вы уже вот всем поднадоели. Поднадоели. Ведь я же, как говорится, никого не подговаривала против вас. Люди видят, что вы пишете, и им не нравится. Так что, пожалуй, что я реагирую, видимо, правильно на ваши комментарии. Я не оскорбляла, оказывается, если человек умный, то это оскорбление. Вы себя считаете умным вот так вот во все услышание, вы всем кричите, я умная. Это уже, я вам хочу сказать, проявление такого не очень хорошего, честно говоря, положения в голове. Ну, я так, корректно вам хотела донести. Когда человек кричит, что он умный, то это не значит, что он умный. Здравствуйте. Спорт – это хорошо, я тоже с тренером хочу, но с финансами не очень. Ну да, это, конечно, я вам хочу сказать, очень дорого. Очень дорого. Винсент у меня сначала аж на дыбы встал. В такой, что? Сейчас он очень рад, что я это делаю, потому что я и сама хожу, и его таскаю за собой. А так мы никак не могли выбраться. Вот. У меня машина там стирает. Машина стирает очень интересно, кстати. Я не знаю, у кого есть машина, вот эта LG, по-моему, да, она. Но именно вот сверху. Ой, бляху, уход чуть не упала. Сверху, когда на нее кладешь. Сейчас я вам покажу. Смотрите. Все, во-первых, видно, как она стирает, да? Так стирает интересно. Блин, этот вот цвет мешает. Может, вот так показать. Видите? И она стирает. Я не знаю, как она. Я понимаю, когда вот сбоку, да, кладешь, и она так падает, падает, стирает. А тут она вот так вот крутится. И я вам хочу сказать, что стирает нормально. Но я не видела никогда вот. Со светом лучше. Ну вот. Ну да, наверное. Наверное, конечно, она профессиональная. Тихо, очень тихо работает, да. О, как тут светло. Совсем светло. Впервые такое вижу. Вот и я впервые такое вижу. Поэтому, когда я положила в машинку белье, и она ни воды не стала наливать, и она вот как-то так вот начала крутиться. И я думаю, господи, машинка сломана, ничего не понять не могу, почему воды-то не наливает. А она, оказывается, сенсорная, и она сначала старалась белье, как вам сказать, распределить, чтобы было оно ровно. И она вот так вот крутится. Чук-чук-чук-чук-чук. И я ничего не понимаю, как она стирает без воды-то. Вот я только сейчас уже знаю, почему она это делает. Да, первый-то раз я не могла понять. Я выключила. Опять включила. Она опять воды не наливает. Я понять ничего не могу, что такое. В общем, вот так. Но ее не слышно совсем. И одеяло входит. Думаю, да, входит, но я не стирала одеяло. Я все равно одеяло, если я несу, я несу в dry cleaner. Я не стираю одеяло в этом машинке. Да, LG. У меня машинка и сушилка. Все, LG. Умный уже о Любе вопросы задает. Хорошо начинать любое дело в компании с подругой. Любочка молодец. Друг дружку будете мотивировать. Да, она вот сейчас с утра уже пошла. Говорит, тебя подожду. Но у нее с 9 до 10, у меня с 10 до 11. Сушилка здорово, да. С музыкой включается машина. Да, конечно, с музыкой, да, Вера. Она так. И так же выключается. Ручная стирка щадящая. Ну да, да, она ручная. Наташа, диета будет или только зал? Конечно, я сижу на диете. Утром я ем кашу геркулесовой на воде. Потом я пью кефир между этим. Потом я ем, допустим, что-то с салатом, какое-то мясо. Но не мясо, ну не красное мясо, а я ем рыбу или я ем там курицу или индейку. Потом я опять съедаю яблоко там или с кефиром. И вечером я перекусываю что-то такое очень лёгкое. Например, я могу потушить себе овощи, там, кабачки с помидорками. Вот. Но иногда я, конечно, конфетку с цапой всё равно. Я вчера вот на осунок приходил, мы зажигали костёр. И мы жарили вот этот маршмеллоу. Ну, как они, как зефир по-нашему, да. Так я одну зефирину-то слопала. Вы знаете, ещё больше себя чувствуешь виноватой, когда это делаешь, когда занимаешься ещё в зале. В обычные квартиры не войдут такие. Ну, наверное, может, не войдут. Она очень огромная, да. Вы знаете, я не могу даже достать до дна у этой машины. Мне надо купить табареточку. Потому что если я там стираю носки какие-то, и мне там уже не достать. Я рискую просто упасть туда вниз головой и никогда, как говорится, не вылезти. Поэтому Винсент мне достаёт там со дна. Она очень глубокая. И вот надо табареточку взять. Ну, если у вас сталинков, то в два этажа их ставят. Нет, ну а как два этажа-то ты поставишь, если в машине сверху, сверху, если кладётся бельё, то уже никак. Куда вы, как вы сверху-то это достанете до туда? Вот как раз вот эта машина, как у меня, одну надо на вторую никак не поставить. Надо дом построить, а потом такие купить машины. Стиралка внизу, а сушилка внизу, сверху. Так если у меня на стиралке-то сверху открывается, чтобы класть, как я на стиралку-то что-то поставлю? У меня же не сбоку стиралка, у меня сверху открывается. Вот. Эта машина не предназначена ни в каком виде в два этажа. Ни сверху, ни снизу. А, не про мой случай. Ну да. Да. Если сбоку, то да, конечно. Я про машинки и сушилки. Что еще рассказать? Как вам наш день благодарения? Как вам понравилась наша игра, где мы играли там вопросы-ответы? Немножко детская, но было смешно так весело. У меня тоже новая машинка LG, только с горизонтальной загрузкой. Я ей тоже очень довольна. Ну, конечно. Я хотела с горизонтальной загрузкой, я вам честно говорю. Но горизонтальная загрузка, во-первых, здесь в два раза дороже. Вот. Ну, в два я загнула, но намного дороже, чем, допустим, вертикальная загрузка. Поэтому мы взяли ее. Викуся, ты чего молчишь? Сидишь? Тысяча двести. Ну, вот тысяча двести мы купили, мы взяли, мы заплатили за две машинки. А так вертикальная загрузка стоит одна тысяча двести, да? Сейчас я. Слушаешь? Слушаешь и кушаешь? И у меня сушка и стиралка LG только с окном. Ну, нет, вообще в Европе у всех, как бы, по ту сторону у них у всех вертикально. Здесь, вот наоборот, почти у всех горизонтальная. Есть, конечно, с вертикальными, но очень многие покупают вот именно, что сверху открывается. За две платила тысячу двести. А, ну да, мы тоже за две платили тысячу двести. Мы тоже за две. Виктория расцвела еще краше, но она вообще красивая. Да, она вообще очень красивая у нас, Виктория. На какой вес... А, это вы не у меня спрашиваете. Приветик моя дорогая. Привет, Жанночка, привет. Как там Тула? Как там погода в Туле? Это фотошоп. Умереть не встать. Отлично, ну здорово. Ты не ходила еще в Царь, в ресторан? Тоже я выпустила видео с рестораном, с Костиным. Так как Костя, он может сказать, мой брат, я решила выставить еще раз ресторан. Прорекламировать его. Так меня закидали. Как не стыдно выставлять повтор. Вот еще об этом хочу поговорить. Вот я вам хочу сказать, дорогие товарищи, милые мои, кто ко мне подписан, и если вам не нравятся повторы, и если вам, ну никак это не пережить, отписывайтесь сегодня, потому что у меня будут повторы. У меня подписываются люди, которые не видели видео, которые не знают даже, что там надо искать, да? И очень часто я буду выкладывать повторы, которые у меня были 2 года назад, 3 года назад. Я это буду выставлять. Не надо писать, ой, как нехорошо выставить повтор. И я правильно написала. Вы что, билеты в кино купили там за 20 долларов, пришли, и вас обманули, и показывают тот же самый фильм? Нет. Я просто показываю на своем канале то, что я считаю нужным. И я делать буду повторы так, как мне нравится, и сколько мне нравится. И я никого не обманываю, и не собираюсь никого обманывать. Это не обман. Я пишу в описании под видео всегда. Это повтор видео. Но нет, накидываются на меня так, что я прям вот не знаю, что я сделала, как будто я заставила каким-то обманом, обманным путем прийти ко мне на канал. И вдруг они нажали на видео, открыли, и тут повтор. Ах, ах, какой кошмар. Ах, какой кошмар. А что у нас, по телевизору никогда не повторяют фильмы? У нас еще каждый год не показывают уронию судьбы или с легким паром? Вы не пробовали жаловаться туда, что вас обманывают на Новый год? Ну вообще, это такая дурь. Это такая дурь. Начинают сразу ставить пальцы вниз, прям кричать, топать ножками, прям плакать, я не знаю, сопельки из носа там, я не знаю. Вообще, это просто, ну это же, это же болезнь какая-то вообще. Как вообще-то можно так на это реагировать? Я хочу повторять видео, те, которые мне нравятся, и я буду их повторять. Я буду их опять выставлять. Это не карается законом, это не нравится, идите, ради Бога. Я канал делаю не для денег. Так что меня ваши отписки, они абсолютно не пугают. Платит мне YouTube? Платит. Это не последний мой заработок, вы поймите это. У меня муж есть, который зарабатывает. Я не доедаю кусок хлеба последний. Нет, они будут прибегать и кричать, все, я отписываюсь, и нужно это всем объявить. Так, ну, отписывайтесь. Если вы переключаете канал со второго там на первый, вы же не пишите. Я переключил канал и больше не смотрю. Я вообще на смех просто. Зачем это вообще об этом объявлять? Отписались и отписались. Не знаю. Я вообще стараюсь делать для своих подписчиков интересные видео. Я стараюсь, действительно. Я делаю, я их обрабатываю, чтобы было интересно. Но если мне нужно повторить, я повторяю. Вот, отписка. Глаза Винни, когда он завалил ванную, не поняла. Всем приятного понедельника. Будем позитивны, не будем реагировать на негатив. Людям делать нечего. У вас так дома уютно и не скажут, что в Америке. Обычно у них такой скучный интерьер. Ну, я же из России. Я же из России, матушки. Потом мне одна женщина написала, значит, из вас никогда не выкачать Рыбинск. И я написала, ой, милые мои, только не надо из меня Рыбинск выкачивать. Это самое лучшее, что во мне есть. Я не хочу, чтобы из меня Рыбинск выходил никогда. Пусть во мне остается Рыбинск. Наверное, поэтому у меня много друзей. Потому что я из Рыбинска. Потому что мы в Рыбинске такие все очень открытые, добрые, милые. Помогаем всегда друг другу. Я не знаю. Вот Рыбинск из меня не выкачать. И хорошо. И я очень рада, что из меня его не выкачать. Не надо. Может и правда делать повторы без нумерации видео. Ну а как я без нумерации буду делать? Уж сколько видео есть, только и есть. Ты наша Рыбинская видеозапись. День. Видеохранилище. Я не знаю. Я бывает, что два видео вместе составляю. И оно у меня как новое получается. Мне, допустим, вообще Макс сказал. Вообще убери нумерацию в видео. Но я не захотела убирать. Потому что если я ее уберу, то вообще потом не найдешь. Какое видео, где тут хоть раз номер сказал и все. Вот. Я не знаю вообще, чем мешает повтор-то. Ну нажал-то, допустим. Увидел повтор, выключил. Все. Но я это смотрел. Кто-то не смотрел, посмотрит. Я не знаю, кого это вообще как-то так цепляет. С нумерацией норм. Я не знаю, почему цепляет вообще повтор. Я говорю, что вот я включаю телевизор, вижу кино, которое я уже смотрела. Я выключу, да и все. Я же не кричу. Ой, какой кошмар, какой обман. Поэтому. Я считаю, что у меня вообще такие хорошие видео. Можно и по второму разу посмотреть. Привет. Я с удовольствием посмотрела. Спасибо. Это зависимое. Жду новую серию, а им повтор. Ну зависимое от моего канала быть нельзя. Это нехорошо. Это как можно быть зависимым вообще от каких-то видео и все такое. Это же просто игра. Это, как говорится, это не часть жизни никого-то. То есть это моя часть жизни, но это не может быть часть жизни ни одного подписчика. Это просто вот включил, посмотрел, выключил. То есть жизнь у каждого своя. И каждый зависит от другого. Семья, дети, внуки. Я не знаю, но... Вот. Я не хочу, чтобы кто-то был... Вот, наверное, кто-то, видимо, зависим. Потому что они такие скандалы мне учиняют иногда, что что-то там им не понравилось, и я от вас отпишусь. Я вообще думала, вы там... Допустим, у меня такой даже был один раз комментарий. Меня один раз спрашивают. Наташа, почему вы не снимаете видео 360 градусов? И я пишу. Ну, я, наверное, буду еще снимать. То есть я пока не снимаю, потому что у меня как бы камера не очень хорошая. Если куплю хорошую камеру, я опять буду снимать. И был такой комментарий под ним. Ах, вот вы какая! Я-то думала, что вы послушали нас, зрителей, не снимаете, а оказывается, у вас камеры нет. Да я отписываюсь от вас. Я думала, вы нормальный человек. Вот типа вот что-то такого, что оказывается, я не снимаю из-за камеры, а не из-за того, что мне сказали подписчики. Ну, простите, но у меня есть подписчики, которым нравится 360. Но это вообще... Я просто, вы понимаете, я читаю иногда, думаю, люди нормальные или нет, которые это пишут. Хоть посмотреть бы краем глаза, как они выглядят вообще, эти люди. Понимаете? И вот прям истерика, как будто муж пришел и увидел жену с кем-то. Понимаете? Вот прям вот такие вот, такие вот разрывы сердца, честное слово. Это просто что-то. Но шепот тогда убил. Так еще шепот будет? Я еще сделаю шепот. А что? У меня до сих пор спрашивают, почему не делаешь шепот? А мне нравится. Я вообще буду этот микрофон использовать во всех ракурсах, как говорится, и шепот, и не шепот. А мне понравился шепот, сказала Леночка. Видите, на всех я не угожу, поэтому я не буду подстраиваться под людей, потому что им не нравится, что я поставила жирафа в правую сторону, а не в левую. Потому что у меня ковер смотрится грязным, допустим, его надо срочно менять на овальный и белый. Мне-то это не надо, мне-то это не срочно. Поэтому я не реагирую, конечно, за счет мне. Там одна женщина такой смешной комментарий написала. Наташа, я тебя умоляю, пожалуйста, поменяй что-нибудь еще раз. Пожалуйста, продай и поменяй. Мне так нравится читать комментарии ваших стилистов под видео. Она просто угорала, видимо, там. Пожалуйста, поменяй еще хоть что-нибудь. Такие говорят интересные комментарии. Ой, да. Ну вот так. Так вот мы и живем. Вот так вот мы и живем. Вы знаете, по комментариям все равно очень видно нормальных людей. И, мягко сказать, ненормальных. И сразу видно, что они как-то на жизнь неадекватно вообще реагируют. Они неадекватно реагируют. Вот даже на то видео, где Винсент у меня ел, допустим, где он пробовал русскую еду. Слава Богу, 95% их нормальных. Но 5%, 5%, когда почитаешь вот эти комментарии, да ты хохлушка, пишут. Да ты хохлушка там на е. Ты не умеешь готовить. Ты мужа так, значит, отравила. Да как так вообще-то нашей кастрюле наплевала. Да ты не заслуживаешь быть украинкой. Ну, в общем, так-то меня поносили. Я удаляла, конечно, там, когда видела. Но я думаю, боже мой, неужели у людей нет совершенно никакого юмора. Неужели люди не понимают вообще, что это вот просто сделано ради... Да ты не умеешь вообще готовить. Да ты никогда вообще кастрюлю-то в руках не держала. Хотя посмотрели бы видео до этого, видео 382. Там видео, где мы ехали и покупали эти продукты. Я никак не могла приготовить сразу столько-столько-столько такой выбор. Я специально купила маленьких баночков, чтобы дать ему приготовить. И, в общем, да не то, что забей, а вот, понимаете, это смешно. Я очень хочу, я очень хочу это сделать. Мне надо начать это сделать. Выписывать самые злые и негативные комментарии. Вот. И потом как-нибудь сделать видео и прочитать их. Я видела, очень многие блогеры это делают. Это так шкодно, это так ржачно. Я обязательно это сделаю. Мне надо только начать вот эти вот комментарии. Как-то их надо выписывать. Я не знаю даже, что с ними сделать. Надо как-то отпечатывать их, наверное. Да, и это просто. Иногда читаешь, думаешь, вообще хоть посмотреть бы глазком, вообще как выглядит этот человек, который пишет. Давно не было у тебя эфиров. Ну, как-то не было всего времени. Вот сегодня зашла. Это что-то с чем-то, да. Скриншот, как картинку на видеомонтаже. Вот, да, надо сделать. Да. Я обязательно это сделаю. Вы не представляете. Вы же видите комментарии только под последним видео, да? А я вижу комментарии даже, когда мне пишут под первым видео, под третьим видео, да? Там, под любой комментарий. Я вижу его сразу, потому что он выходит, как бы у меня там в специальном, в таком специальном отделе, или как он называется. А вот. И иногда такое напишут. Милые мои, думаешь, господи, людям будет так вот дать почитать, людям просто бы норовом марку пали бы. Но это им на руку. Ваш пиар может игнор. Но я же не буду говорить, кто написал. Никита, я сотру. Какой пиар? Пиара не будет как раз. Будут просто, знаете, веселое время сделаем. Наказание неадекватное. Да, вот надо сделать обязательно. Теперь буду ждать. Теперь буду ждать прямо с придыханием, когда мне напишут какой-нибудь такой комментарий. Теперь надеюсь, что они не поленятся все-таки. Все, ребята, я, короче, буду собираться. Было очень весело с вами провести время. Я, наверное, выставлю это на YouTube, поэтому закрою это сейчас в Перископе и будем смотреть. Хорошего вам дня. Спасибо большое. Все, всем пока.